Привет, друзья! С вами Елена Тапсида. В прошлых фильмах меня спрашивали, на какие источники я опиралась, когда делала привязки к даре Гипербореи. Типа, мифы о короле Артуре не катят. Поподробнее, пожалуйста, ну и так далее. Сейчас я попробую связать факты и показать, что северный материк существовал еще в средние века. Для этого мы с вами проведем один очень интересный эксперимент. Куда сориентирована улица Гороха в Санкт-Петербурге? Этот эксперимент проделывали и другие исследователи, например, Андрей Кадыгчанский. В своей статье «Это было при царе Горохе или немного доподобной географии» он определил, что следы некоего царя Гороха в истории все-таки остались. И что следы реальных событий и персонажей закрепляются в гидронимах и топонимах. Один из самых известных топонимов в России – это Гороховая улица в Санкт-Петербурге. Вот эта улица. Она упирается точно в центральное здание Адмиралтейства, в шпиле которого официальная визитная карточка города. За основу возьмем именно понимание того, что люди были не дураки, чтобы строить столицу с нуля, у черта на куличках, да еще в болоте. И объяснение этой глупости строительством окна в Европу не выдерживает никакой критики. Потому что даже во времена Петра моряки и купцы ненавидели дорогу через этот так называемый морской порт. Ни одно морское судно в те времена не могло пробиться ближе к Кронштадту, где товары приходилось перегружать на лодочке, чтобы потом развозить по городу. Сроки строительства также высосаны из пальца. А ну-ка, пусть сейчас строители со своей современной техникой и знаниями построят. В такие же сроки хоть что-нибудь подобное. В общем, Петербург был задолго до Петра, и скорее всего, он находился под водой. Лишь когда Балтика стала мелеть, отступила на сотню километров и обнажился древний допотопный город, который потом Екатерина усердно реставрировала, при этом зачем-то приписывая все заслуги, даже не себе любимой, а именно Петру и его свите, которая поголовно состояла в числе аристократии Священной Римской империи, а еще из цивилизованных немцев, голландцев, французов и итальянцев. Нестыковок таких масса. Их даже никто и не пытается, сейчас разумно объяснить. Списывает все на глупость, чванство, подражание просвещенному западу. А чего стоят габариты помещений? Где еще такое можно встретить? Размеры окон, дверных проемов, высота потолков. Все говорит о том, что здания были рассчитаны на жителей ростом в 2,5 метра. И где их останки? Нет. Нет, потому что органика не сохраняется на протяжении такого же времени, как и природный камень. А если оставалось что-то, так это должно было потом неминуемо уничтожено. Так же, как уничтожены были все географические карты, рукописи, дощечки, пергаменты и иные носители древней письменности, которые по приказу Петра целыми обозами свозили со всей России, якобы для сохранности переписи. Не осталось ровным счетом ничего, что могло бы напомнить потомкам о стране, которая существовала на месте нынешней России до Петра. Как выяснили исследователи в программе Google Планет Земля, более древние сооружения смотрят западным ходом на Гренландию. Все, хоть китайские пирамиды, хоть южноамериканские, древнейшие храмы, без разницы, исламские или христианские, также имеют ориентацию с отклонением от направления на Северный полюс около 25 градусов, ну примерно, так плюс-минус от 19 до 28 градусов. Но прямые линии, проведенные по сторонам допотопных сооружений на карте, имеют одну точку пересечения, почти в центре Гренландии на территории, которая покрыта реликтовыми ледниками. Это, кстати, является убедительным аргументом в пользу того, что гору Меру нужно искать именно в этом месте. Первым делом я решил проверить, куда же смотрит вершина Петербургской пирамиды. Поехал по улице Гороховой сквозь Адмиралтейство. Я оказался в Гренландии. Очень может быть, что царь Горох тут когда-то мог жить, если предположить, что гора Меру, на вершине которой лестница в божественный Ирисат, скрывается под толщей льдов. А какое же имя, может быть, хоть отдаленно имеет отношение к Гороху? Прежде всего стоит заметить, что гора и горох – слова однокоренные. Гор – вот что их роднит. Очень может быть, что не случайно. Кто-то из филологов даже выдвигал версию о том, что царь Горох – это бог громовержец Перун. Мол, горох – от слова грохот, гром. У меня же сразу всплыл в памяти миф о египетском боге горе. Далее Андрей обнаружил, что центральная улица в Афинах уперлась точненько в шпиль Адмиралтейства в Петербурге. Ба, знакомые улицы. Центр Питера знаете? Так вот, если знаете, то в центре Афин будете чувствовать себя как дома. Попробуйте угадать, где сняты оба снимка. Правильно, слева Петербург, справа Афины. Разницы нет никакой, абсолютно. За исключением сохранности, что неудивительно. В Питере землетрясений не бывает. То есть очевидно, что это не заимствование, не подражание, это просто один стиль. Это полная идентичность, что возможно только в одном случае. Статуи отлиты в одни и те же формы. Именно отлиты. Потому что изготовить инструментом две абсолютно одинаковые статуи невозможно, если только они пользуются лазерной установкой с компьютерным управлением либо 3D принтером. А мы их видим целых 10. Абсолютно идентичных, как оловянные солдатики статуй. 4 в Петербурге и 6 в Афинах. Тогда остается ответить на один очень щекотливый вопрос. Что старше Афины или Петербург? Если Афины старше, то почему они построены по единому плану, как современные города? Значит нужно отойти от двойных стандартов. В России все построено только недавно, потому что дикари не жили, а в Европе все построено 3-4 века до Иисуса Христа, потому что не дикари жили, ошибка умные были. Ладно, пол-дела сделано. Осталось выяснить только Петербург был построен в античность или Афины в 18 веке. Хороший вопрос. Исследуя карты северного материка, я все время обращалась и к картам Гренландии. Об этом смотрите в фильме в плейлисте «Дарья Тартария. Можь через века». И как раз я вспомнила о этой статье Андрея Кадыгчанского и думая, дай-ка я проверю, совместится ли направление северного ледового купола на улицу Гороховую в Санкт-Петербурге. Северный купол достигает высоты 3300 метров под 71 градусом северной широты и 39 градусом западной долготы. В данном случае нас интересует именно северный купол. Я поставил отметку на этих координатах и провела линию на улицу Гороховую. Исходимость почти идеальная, погрешность в каких-то секундах. Так что гиперборейцы выглядели как атланты и кариатиды. Может быть Гарамеру в этом варианте приткнулась к хребту Откинса и стоит себе потихонечку под слоем льда и ждет своего часа. Что в гипербореи жили великаны, рассказывают и скандинавские саги, согласно которым, прежде чем был сотворен этот мир, не было ничего, лишь изъяло бездна, имя которой Гигунгагап. Всю ее заполнила влага и из нее возник великан Эмир. Пламя и замерзший яд дали ему жизнь. Не было Эмир ни мужчины, ни женщины, а когда он заснул, появились под его рукой мальчик и девочка, от которых потом и пошел род великанов. Затем многие Эмира переплелись и породили Трудгельмира, великана с шестью головами. Чтобы кормить Эмира и его детей, вышла из иния корова Аутхумла, из вымени которой потекли четыре молочные реки. Сама же Аутхумла кормилась тем, что слизывала с камней соленой инией. Один большой камень она лизала так долго, что он стал оживать от ее тепла. Сначала выросли на каменной глыбе человеческие волосы, на другой день появилась вся голова, а еще через день из камня возник человек, прародитель богов Бори. Сын его Бор взял в жены Беслу, дочь великана Бельторна, и родила она трех сыновей, которых назвали Один, Вилли и Ве. Одину суждено было стать величайшим из богов скандинавской мифологии и править на небе и на земле. Один и его братья убили злого жестокого Эмира, а его кровь залила всю мировую бездну. И тогда Один, Вилли и Ве решили сотворить новый мир, не похожий на то, что уже существовало. Для этого они бросили тело Эмира в его кровь, заполнившую бездну Гигунгагав, а затем подняли его из глубины, превратив в землю. Кровь же Эмира стала океаном, окружившим земную твердь. Те потоки крови, что разлились по суше, сыновья Бора превратили в реки и озера, кости в горы, зубы в камни, а волосы в растения. Череп Эмира боги подняли над землей, укрепив на четырех ее загнутых концах и сотворили из него небосвод. Боги не хотели, чтобы сотворенную ими землю заселили жестокие великаны, потомки Бергельмира, поэтому они окружили середину земной тверди стеной из век Эмира и назвали это место Мидгард, срединый мир. Земли вокруг Мидгарда были отданы великанам, а так как великанов называют еще йотунами или турсами, то имя этим окраинным землям дали Йотенхейм, страна великанов. Род великанов очень велик и разнообразен. Одни великаны чудовищно уродливы, особенно те, у которых несколько голов, зато другие внешне не отличаются от богов и даже почти не превосходят их ростом, хоть и могут вырастать до громадных размеров. Многие йотуны владеют древней магией и очень мудры, и почти все они умеют превращаться в зверей и птиц, чаще всего в волков или орлов. В темном мире, в Нифльхейме, он находится под Мидгардом, обитают самые страшные великаны, которых люди называют троллями. Магическая сила Одина высвободила эти земли, скрыты в ней силы, так в мир явились новые боги и богини. Одну из богинь звали Йорт, земля, и была она душой земли. Йорт родила Одину сына, сильнейшего из богов, имя ему Тор. Все боги стали называться асами, а повелителем своим они признали Одина. Асы решили поселиться на Нибе и построили там свою страну Асгард. Расположен Асгард вокруг ствола мирового древа Ясеня и Гдресиль, выросшего в середине земли из трех корней. Согласно мифам, люди не могут видеть мировое древо, хоть и простирает оно свои ветви над всем миром. Согласно скандинавской мифологии, когда после сотворения мира асы поселились на Небе, богиня Йорт не покинула Землю. В Асгарде женой Одина стала богиня Фрикт, мудрая, справедливая и скромная. Ей часто открывается будущее, она не делает предсказаний и молчит о том, что знает. Асы – не единственное племя скандинавских богов. Боги, не признавшие своим повелителем Одина, поселились после сотворения мира южнее Асгарда – Ванхайме, и назвались Ваннами. Ваны и Асы одинаково прекрасны и мудры, но Ваны смертны, хоть и живут очень долго. Асы же не стареют и не умирают. Мудрость Одина помогла ему отыскать в глубинах Земли волшебные золотые яблоки. Тот, кто ест эти яблоки, всегда остается молодым, а ларец, в котором они хранятся, никогда не пустеет. Миф о необыкновенных яблоках описан в цикле преданий о короле Артуре, который после получения тяжелого ранения был перенесен на таинственный остров Авалон. Сэр Томас Мэллори сообщает, что корабль, управляемый тремя женщинами, возит Артура в долину Авалона, чтобы он смог залечить там свою рану. Там он пребывает в состоянии сна, чтобы вернуться как спаситель мира. Название острова Авалон восходит к слову Афал, по-нашему Авал, что означает «яблоко». Авалон – это все тот же полярный яблочный остров, остров Гесперит, с золотыми яблоками бессмертия. Имя Артур восходит к кельскому слову «Артас» – «медведь». Это имя устанавливает связь Артура с созвездием Большой Медведицы, одним из из полярных созвездий. В то же время медведь – это один из важнейших сакральных образов нордической традиции. Созвездие Большой Медведицы также связано и с полярным континентом Тули. Вся совокупность традиционных представлений сакральных образов и мифов позволяет установить связь между Артуром и Арктической прародиной. В нем элемент гиперборийский соединяется старственной силой с героизмом и темой Золотого века. Полярный смысл пронизывает и образ круглого стола. Круглый стол был создан по образу Вселенной. Мелори писал об этом так. А круглый стол был сооружен Мерлином, как знак истинной круглости мира, и людям так и надлежит понимать значение круглого стола. Ибо весь мир, и языческий, и христианский, стремится к круглому столу. И когда человек избирает в братство рыцарей круглого стола, он почитает это для себя высшей милостью и вестью, нежели получи он полмира в собственное свое владение. Круглый стол – это мандала, образ мира и полярный полюс посвящения, которому стремятся люди, чтобы приобщиться к высокой традиции. Именно рыцарям круглого стола предстоит достать чашу Грааль. Мерлин определил, что те, кто будут рыцарями круглого стола, познают истину святого Грааля. Грааль – также хорошо известный полярный образ. В полярной традиции чаша Грааль и круглый стол объединяются в общем значении сакрального центра и источника духа. Грааль – это образ того, что было утрачено, но должно быть возвращено, как сакральная гиперборейская традиция. Фактически я подошла к моменту более подробного описания северного материка. Его форма весьма необычна. Такую не имеет ни один другой. Почти геометрическая правильность очертаний напоминает искусственное сооружение. Именно это утверждает гиперборейский миф. Творцами необычной формы Арктиды явились не причуды стихии, но сами обитатели ее. И далее предание говорит о еще более невероятном. Жители Арктиды были не землей рожденные существа. Современники называли их альвы. Но в памяти человечества они остались как раса гипербореев. Но не были они и пришельцами в современном смысле этого слова. Они не прилетели на Землю на космических кораблях с дальних звезд. Они вообще не знали этой необходимости преодолевать пространство, потому что они были странниками по мировому древу. Образ мирового древа хранят и по сей день легенды многих народов. Особенно северного полушария. По мировому древу приходят в этот мир и уходят из него. Перемещаясь по его стволу и ветвям, совершают переходы между мирами. Вершина этого древа достигает небес и светил и звезд. Корни же его проникают к невообразимым глубинам. На знаменитой карте Герарда Меркатора, составленной им в XVI веке, на основе древних материалов, вокруг полюса Арктического четко изображена земля. Большой материк, разделенный четырьмя широкими реками-проливами на четыре части острова. От Евразии и Америки материк отделяется морем ледовым. В самом центре надпись «Полюс Арктикус», «Полюс Арктический». У самого северного полюса стоит высокая одиночная гора, «Рипус Нигру Эт Альтисима», «Черная скала» самая высокая. Реки пролива изображены с разветвленными дельтами и изгибами русел, данной характеристикой режима их течения. Про северную реку в примечании говорится, что она имеет пять рукавов и вследствие узости и быстроты течения никогда не замерзает. Про южную сообщается, что здесь река разделяется на три рукава и каждый год остается подо льдом три месяца. Ширина северо-запада – 37 леи. Об острове, обращенном к Гренландии Грокланду, сказано, что он самый лучший и самый здоровый на всем севере. Хотя об острове, обращенном к Европе, ничего не говорится, зато о его жителях сообщается, что это пигмеи, их рост около четырех футов, как и у тех, кого в Гренландии называют скриллингарми. Возможно, речь идет об инуитах-эскимосах. На изображении третьего острова Меркатор, ссылаясь на известного путешественника Марка Пола, по тексту Марк Павлос Венецианский, поставил надпись. В северных областях, как повествует Марк Павлос Венецианский, расположены острова Баргу, которые стоят далеко, простираются как вилоны, то есть на север, что арктический полюс там кажется смещенным к югу. Возможно, здесь речь идет о той стране, которую древние скандинавы в своих сагах называли Беармией. А на карте это конкретно устье реки Лены. Выше этого острова надпись «Полюс магнитис респекту инсула рукопитис в Нидис». Полюс магнитный относительно острова Зеленый. И далее. Полюс магнитис респекту кору инсула. Магнит полюса по отношению к одному острову. И еще одна очень интересная надпись на втором острове. В тексте сказано, океан между этими островами вырывается четырьмя проливами, по которым постоянно устремляется к северному полюсу и там поглощается в очреве земли. Дорога под полюсом – 33 лей. Похоже, что здесь описывается круговое течение вокруг Черной скалы, которое завихряется во фьордах. Кажется, что здесь описано что-то невероятное. Однако, вспомним рассказ Эдгарда Поа «Неизвержение мальстрем». В нем он описывает подобное явление. Может, не столь масштабное, но все же. Даже на старых картах нарисован этот водоворот. Главный герой с двумя братьями владел парусным судном и зарабатывал на жизнь ловли рыбы. Однажды в море их настиг ураган необычайной силы, а после того, как парусник едва не погиб в волнах, герой затянула прямо в водоворот. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины. Ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя берцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далее вглубь, в самой недропропасти. Герою удалось и спастись, так как он привязал себя к бочонку для воды, прыгнул с лодки в воду и, следовательно, погружался в воронку медленнее, чем предметы квадратной или любой другой формы. Также сильно поражают детально прорисованные горные хребты, опоясывающие почти весь материк. Эти горы также кажутся искусственными. Удивительно четко по тому времени изображен и север Европы, Скандинавия, Кольский полуостров, острова Новой Земли и Шпицберген. Вполне определенно показана старая Гренландия, Исландия и даже исчезнувшая в Исландии Грокланд. Похоже, по описанию, что населения на материке почти не было. Он стал как бы запретным, и его существование перешло в разряд легенд и мифов. Но если бы он погиб 12 тысяч лет тому назад, то о нем уже никто бы и не вспомнил. Есть еще ряд свидетельств о арктическом материке. На этот раз они пришли не с севера, а с юга, с тропического полуострова Индостан. Представляю вашему вниманию выдержки из книги «Арктическая Родина в Ведах» автор Балгангахар Тилак. Вот что говорит в предисловии книги Наталья Романовна Гусева, доктор исторических наук. Балгангахар Тилак родился в 1856 году в области Канкана на западном побережье Индии в семье брахманов, представителей того слоя элитарной интеллигенции Индии, который славится знанием традиционных установок, связанных с религией индуизма. Благодаря тому, что он с детства знал санскрит, именуемый языком индийской культуры, усвоенный им от отца и учителей из брахманов, он получил степень бакалавра филологических наук. Мы же должны привлечь внимание читателя к тому факту, что индийский ученый, не покидавший своей родины, откуда полярная звезда бывает видна низко над далеким горизонтом, мог увидеть в бесчисленных иносказаниях, метафорах и гиперболах ведических текстов точное отражение не только исторических, но и геофизических реалий, связанных с заполярием. Описав эти реалии по методу дешифровки указаний и намеков Вет, Тилак встал не только в первый ряд ученых своего времени, но и на десятилетия опередил заключение археологов, филологов, физиков и астрономов. Главная цель, которую поставил перед собой Тилак, была им достигнута. Тексты Вет явно подтверждают исторический факт существования родины или прародины ариев в арктическом регионе. Расселение с севера предков всех народов носителей индоевропейских языков подтверждает и большинство западных мифологов, лингвистов и фольклористов. Индийские арии принесли с севера через восточную Европу в Индию из устно заученные им веды, сохранившиеся ими бесконечно долго, целеустремленной полировкой их памяти. Иранские арии уходили с севера к югу, в основном по Зауралью, и жрецы были создателями Овесты, которая легла в основу религии зароастризма, окончательно оформившейся уже на территории Ирана. В Ригведе имеется много мест, которые обычно оцениваются как темные и не имеющие смысла. На деле же они, рассматриваемые в свете нового научного подхода, полностью раскрывают картину принадлежности полярных атрибутов ведическим богам или же говорят о структуре древнейшего арктического календаря. Равным образом и Овеста выразительно сообщает о том, что счастливая земля Айрияна Ваэджа, то есть Арийский рай, была расположена там, где солнце светило лишь один очень долгий раз в году, и что эта страна была разрушена наступившими льдами и снегом, которые сделали ее климат настолько непереносимым, что надо было уходить оттуда к югу. В Ригведе есть пассаж, требующий пояснения. В нем говорится о том, что буква Руна использовал золотой слиток Солнца, как качели в небе. Эти слова имеют ясный смысл. Солнце качается в небесах, взад и вперед, оставаясь при этом все время видимым. Идея здесь ясна, так как только в арктическом регионе Солнце может напоминать качели в течение долгого дня, когда она кружится по небу, а затем не сразу скрывается за горизонтом. Далее обратимся к цитатам из Махабхараты, где дается такое ясное описание Грымеру, царях всех гор, что не останется места для сомнений в том, что это северный полюс или место, соответствующее его характеристикам. В одной из книг этого эпоса, в Анапарве лесной, в разделах 163 и 164 детально описывается приход героя Арджуны на эту гору и говорится так «На меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо продакшеном каждый день, и это же совершает все звезды». И дальше «Гора своим сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудно отличима от дня». И несколькими строками дальше «День и ночь вместе равны году для обитателей этого места». Этих цитат уже достаточно, чтобы убедить каждого, что в то время, когда создавался великий эпос, индийские авторы обладали вполне приемлемым уровнем знания о метеорологических и астрономических характеристиках Северного полюса, и эти знания не могли быть результатом только простых математических подсчетов. В одной из книг о Весте, Венди Даги, в части Фаргарда 11 содержится пассаж, в котором приводится спор между богом Ахура Маздой и первочеловеком Йимой. Ахура Мазда предупреждает ему, царя людей, о приближении жестокой зимы, которая истребит все живое, покрыв землю толстым слоем льда. Он советует ими построить вару, некое укрытие, чтобы сохранить зародыши, семена, всех животных и растений. Указывается, что их встреча имела место в Айиряно-Вайаджо, или Арийском раю, раю иранцев. По совету Ахура Мазды, вара или укрытие было устроено, и Йима спрашивает бога, «О, создатель материального мира, святейший, какие светильники будут светить в варе, созданной Йимой?» И Ахура Мазда ответил, «Есть несотворенный и сотворенный свет. Звезды, луна и солнце лишь один раз в год видны, восходящими и заходящими, и год кажется одним днем». Этот пассаж важен с разных точек зрения. Прежде всего, в нем сообщается, что Айиряно-Вайаджо, исходный дом иранцев, был превращен оледенением в необитаемое место, и дальше говорится, что там, на их родине, солнце восходило и заходило лишь один раз в год, и что этот год был как один день для обитателей этих мест. Вот такие весьма любопытные фрагменты из эпосов народов, когда-то покинувших свою арктическую родину. Друзья, у меня еще много материалов о загадочном материке Арктида, который еще существовал в 16 веке, согласно древним картам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите продолжений. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok